Меня зовут Николай Бакланов, я инженер-разработчик компании WK, WK Music. И сегодня я расскажу вам про опыт применения Composable Architecture или TCI. И самый главный вопрос, пожалуй, который стоит сразу решить, что выбор архитектуры достаточно субъективный вопрос, такой момент. Он очень зависит от предпочтения разработчика, а также от того, что знает и имеет команда. Потому что очень часто мы исходим именно из этого. То есть, знает ли подход какой-то, которым собираемся применять команда. Поэтому все, что я буду рассказывать, это в чем-то очень субъективная вещь. Где-то я буду опираться на свой личный опыт. Кому-то, может быть, из-за своих личных предпочтений или удобств, это покажется неподходящим или не столь эффективным. И самый главный вопрос, зачем в принципе что-то искать? У нас же есть CleanSwift, у нас есть Viper, у нас есть VIP. Но, тем не менее, у нас сейчас очень много изменений. У нас появляется уже и Kotlin Multiplatform, и появился SwiftUI. И даже некоторые источники уже считают, что SwiftUI – это реализация MVVI на платформе Swift, ну, на языке Swift. Вот, и поэтому прикручивать к SwiftUI MVVM, получается, как будто мы один MVVM натягиваем на другой. Вот, и это первое, с чем я столкнулся, когда, собственно, реализовывал свои какие-то проекты, в том, что теперь нет вот этого четкого разделения обязанностей. То есть, что должно остаться во Vue, потому что у SwiftUI есть своя вот эта система событий и отслеживания стейта, а что должно перейти и остаться во Vue Model. Вот, и такого рода модели, которые так неочевидно сформированы, их было сложно тестировать, потому что не было единого подхода. Даже в рамках одного приложения получалось, что где-то какая-то функциональность попадает во Vue, а какая-то остается в модели, на другом экране по-другому. Ну, вот, такие модели было сложно тестировать, потому что нужен был каждый особый подход. Их сложно воспринимать разработчикам, которые только-только приходят в компанию или в проект. Вот, ну и самое главное, что когда я начал писать на SwiftUI, было какое-то ощущение, что императивный подход, вот этот, он хорошо взаимодействовал с CleanSwift, с вайпериклассическими архитектурами. А вот декларативный подход, ну, не работает он, не так хорошо ложится он на вот эти наши классические архитектуры. То есть в том же вебе, откуда пришел React, например, там никогда не было BBM. И во Flutter тоже, в принципе, ну, такой подход не использовал. Вот, и поэтому начались поиски чего-то, что лучше подходит для декларативного UI. Перед тем, как перейти непосредственно к самой библиотеке, немного теории, то есть на каком принципе все это основано. То есть нам нужно понять, что такое стоит машина или фенит стоит машина, машина с конечным количеством состояний или, как у нас в политехе называли, конечный автомат. Вот это такая математическая абстракция, которая имеет один вход и выход и ограниченный набор сигналов, которые можно подавать на вход, и ограниченное количество состояний, которые она может принимать и между ними переходить. Вот этих состояний может быть много, но, тем не менее, они известны заранее и конечные. Если рассмотреть очень простой вариант, то есть, например, разработчик, который, соответственно, спит, потом по действиям будильника просыпается, начинает писать код, в какой-то момент он проголодался, отправляется в холодильнику поесть печеньки. Если он отправился туда сразу, соответственно, он поел нормально и вернулся к написанию кода, если он был вынужден во время голода ждать, пока что-то скомпилируется или соберется, он прибегает на кухню уже очень проголодавшийся, поэтому объедается, там идет спать, потом снова от будильника просыпается, если устает, спит или встает. Вот такая очень простая и идеальная с точки зрения продукт-менеджера модель разработчика, который спит, пишет код и ест печеньки. Вот. Очень упрощенно, то есть, три состояния, несколько сообщений, и система переходит от одного состояния к другому. Если говорить про реальную среду, то такой подход используется в автопилотах, где есть набор каких-то параметров, и в зависимости от сигнала, от либо пилота, например, либо от внешней среды, в зависимости от того, в каком состоянии сейчас находится какое-то устройство, автопилот может принимать какое-то решение. Также устройства контроля пропуска, которые стоят в состоянии ожидания, ждут пока по ним проведут пропуском, например, в зависимости от результата они переходят либо в состояние открыто, либо закрыто, а потом снова возвращаются в режим ожидания. И логические игры тоже часто используют подобный подход. Все правила логических сложных игр обычно стараются разбить игру на этапы, и уже в каждом этапе отдельно объяснять, куда можно перейти и какие действия можно там совершать. Если мы говорим про программирование, то здесь скорее надо смотреть сначала Flux. Это, собственно, тот самый архитектурный подход, который взял за основу вот этот, конечно, автомат и разработал основные принципы. Потом одной из самых, ну или даже, может быть, самой популярной сейчас реализацией этого подхода является Redux в вебе. Также Kotlin'овские коррутины под капотом для того, чтобы обеспечить возможность писать асинхронный код синхронно, используют state-машину. Чем-то похожи на данный подход андроидовская архитектура MVI, может быть, если кто-то сталкивался или смотрел. И компьютерные игры тоже логические и прочие используют состояние для того, чтобы мы могли в этих состояниях сохраняться и потом загружать систему обратно. Теперь, что касается непосредственно самой библиотеки. То есть когда мы посмотрели, какая сущность, то есть какой подход в принципе заложен в основу, можно перейти к непосредственно реализации. Composable Architecture или TCA – это библиотека, которая реализует вот этот unidirectional flow, то есть однонаправленный подход, когда поток данных идет все время в одном и том же направлении. Разработчики тоже не придумывали все с нуля, опять же, они вдохновлялись уже существующими реализациями в вебе, например, Redux или Elm, или также Reswift и Fluxor – это для Swiftan тоже реализуют тот же сам подход, но эти библиотеки не так хорошо со Swiftavia взаимодействуют. Поэтому я остановился именно на TCA. Если рассмотреть чуть-чуть проще, допустим, как все это работает непосредственно в самом языке, у нас есть какая-то вьюха, которая отображает какой-то стейт. То есть там в стейте есть набор каких-то параметров. В зависимости от этих параметров что-то на экране у нас видно, например, кнопка какая-то доступна или недоступна, какой-то текст может быть крутится, кружочек загрузки или нет. Вью может отправлять какие-то сигналы, то есть какие-то действия могут совершаться. Это может быть нажатие на кнопку, это может быть ввод данных какой-то, тем не менее этот экшен отправляется в тот самый редьюсер. Редьюсер это как раз та сущность, которая, зная текущее состояние системы, получает экшен и содержит в себе логику, по которой система из одного состояния под действием вот этого экшена переходит в другое состояние. Редьюсер состояние изменяет и, соответственно, вью получает извещение о том, что состояние изменилось и может себя перерисовать, если оно от него зависит. То есть такой упрощенный, опять же, пока что схема. И мы будем, в принципе, с ней работать. То есть будет вью, экшен, редьюсер и стей. Теперь, как, собственно, все это реализуется внутри TCA библиотеки. Будем рассматривать, наверное, два шага. То есть первый – это сама подготовка вот как раз редьюсера стейта и экшенов, а потом как все это увязывается с непосредственно отображением, с вьюхой. Допустим, мы хотим сделать вот такой вью с счетчиком простым и кнопочками плюсик и минус, который этот счетчик увеличивает или уменьшает. Классический пример, который часто используют для демонстрации. Для этого, то есть первый наш шаг – это нам нужно определить тип данных, который реализует протокол редьюсер. Это дженерик протокол, который зависит от двух типов – стейт и экшен, которые обычно внутри него же и определяются. Вот пока что можно не обращать внимания на body и на вот этот параметр body. Остановиться пока на стейт, экшен и вот эта функция редьюс, которая будет переводить систему из одного состояния в другое. В нашем случае у нас стейт будет всего один, то есть это номер, ну, собственно, сам счетчик, что в нем содержится, и будет всего два действия, которые мы можем совершать. Это увеличить счетчик и уменьшить счетчик. Соответственно, стейт – это чаще всего структ, а экшен – это энум, то есть набор возможных действий. Так, функция редьюс пока что здесь для того, чтобы на слайде все хорошо уместилось, пропущено. Вот, если рассмотреть ее подробнее, то по большому счету редьюсер – это свитч, который в зависимости от экшена что-то делает. Здесь, опять же, можно пока что не обращать внимания на эффект, который мы возвращаем, то есть вот это значение, мы его чуть позже рассмотрим во второй части нашего доклада. Пока что можно посмотреть, что в редьюс стейт передается как in-out параметр, то есть мы можем внутри этой функции этот параметр изменять, и эти изменения сразу отобразятся на самом объекте. Вот, то есть здесь мы в increase увеличиваем счетчик, в decrease уменьшаем. Вот, таким образом мы определили стейт с одним всего свойством пока два экшена и редьюсер, который будет в зависимости от этих экшен стоит менять. Теперь, как это интегрируется с Vue. Если мы работаем с UI-китом, то, в принципе, там все будет очень похоже на комбайн. Со SwiftUI будет немного иначе. Вот, но первое, что нам понадобится, это Store. То есть наша Vue не будет напрямую взаимодействовать с редьюсером, не будет напрямую взаимодействовать с стейтом. Вот, она будет взаимодействовать с ним через несколько промежуточных объектов. Store это хранилище, в котором хранится текущее состояние и в котором хранится тот самый редьюсер, который будет состояние менять. Соответственно, мы в качестве параметра передаем начальное состояние и Closure, который нам производит тот самый редьюсер, который мы определили повыше. Теперь, если говорить про как раз UI-кит, то нам нужно либо построить стейт Store самостоятельно, либо передать его в качестве параметра, это здесь не принципиально, а потом нам нужно построить сущность, которая называется VueStore. Вот, это промежуточная вещь между Store и Vue, зачем она нужна? Иногда у нас с вами какой-то Vue или часть Vue не будет зависеть от всего стейта, например. То есть нас будет интересовать только пара параметров. Таким образом, мы можем сконструировать VueStore, который принимает Store целиком, но с помощью вот этой Closure Observe мы можем указать, какая часть стейта нас интересует. В данном случае нас интересует весь стейт, поэтому он как бы просто возвращает нам тот параметр, который был передан. А если бы нас интересовал только один параметр, мы могли бы здесь написать процент 0, точка и какой-то параметр, например. Тогда бы у нас VueStore следил и изменялся только при изменении одного параметра. Ну а дальше все, в принципе, очень похоже на Combine. То есть мы у этого VueStore, у него есть свойство Publisher. Единственное отличие, что мы можем подписываться не на весь Publisher, то есть не на весь объект, который здесь вернулся, а на отдельные его свойства. Вот, собственно, подписываюсь здесь, он будет изменяться. Также храним подписку в Cancelable Set. Так, он здесь не влез. В Cancelable Set. И по нажатию на кнопку мы точно так же через VueStore отправляем ну либо increase, либо decrease, состояние, которое будет изменять state. Соответственно, будет регреться вот этот вот Publisher, и у нас будут обновляться наши Vue. Если говорить про SwiftUI, то здесь, в принципе, VueStore, то есть нам его тоже можно будет построить, то есть мы можем также построить Store самостоятельно, либо передать его в качестве параметра. И точно так же, как в предыдущем примере, мы VueStore можем сами сконструировать, поскольку VueStore реализует Observable Object, мы можем пометить этот VueStore как Observable Object и работать с ним так, как мы привыкли в SwiftUI, то есть следить за его параметрами, и они будут, соответственно, триггерить обновление Vue у нас, как это обычно. Либо можно использовать Vue, который реализуется в Composable Architecture, мы туда передаем Store, соответственно, указываем точно так же в Observe Closure, если нам надо, какую часть из стейта мы хотим наблюдать, и эта Vue возвращает нам VueStore конструированный, и мы можем уже здесь писать именно тот Vue, который будет зависеть от этого VueStore. Вот, соответственно, здесь у нас как раз отображение вот этого счетчика, и здесь на кнопках мы отправляем события increase и decrease, которые будут увеличивать или уменьшать счетчик. Вот, то есть, в принципе, таким образом можно несколько делать VueStore, то есть если у вас несколько частей Vue должны зависеть от VueStore, можете, или от разных частей вот этого Store начального, можно делать их в нескольких частях отдельно. Под капотом у всего этого находится, как уже сказал, комбайн, то есть там везде, где нужен паблишер, нужно события, изменения, там используется комбайн с некоторыми доработками, также используется, там, где нужны работы с асинхронными задачами, используется Swift Concurrency, и также для, мы там дойдем дальше до пункта, который позволяет доробить стейт на несколько частей, используется KeepUp. Ну, это были простые примеры, то есть с элементарной штукой, которая касается просто синхронных изменений. Что, если мы хотим по нажатию на кнопку или по появлению в Vue сделать какую-то асинхронную операцию? То есть, например, запросить что-то с сервера, дождаться ответа, и когда этот ответ придет, что-то, ну, отобразить, то есть изменить стоит еще раз. Для этого как раз используют тот самый эффект. Вот, это, ну, если его там немного упростить, то есть не закапаться вглубь сейчас, можно воспринимать его как некий паблишер, который умеет генерировать дополнительные экшены. То есть, когда мы запускаем, ну, выполняем какое-то действие, и после этого еще ожидаем, хотим подождать каких-то экшенов, результатов, то вот как раз нам нужен эффект. У него есть три состояния. Это состояние none, publisher и run. То есть, если подробнее рассмотреть, none, который мы с вами смотрели в случае синхронной операции, это publisher, который сразу завершается. То есть, мы делаем return вот этого эффекта none, там store под капотом на него как бы подписывается, но этот publisher сразу возвращает complete, и там ничего не происходит. Publisher — это такой изночник событий, который генерирует ровно одно событие. Оно нужно, если мы после одного экшена и каких-то действий хотим послать еще одно, еще один экшен сразу. Вот. Тоже рассмотрим пример этого чуть ниже. Потом. Вот. Но самый распространенный и востребованный — это run, который позволяет нам выполнить какие-то синхронные действия, со стейтом, изменить их, и после этого, соответственно, потом запустить какую-то синхронную операцию, из которой можно будет потом еще отправлять какие-то экшены в этот store. Вот. Например, свяжем в памяти, как у нас выглядит наш вот этот none. То есть, просто синхронные изменения, и говорим, что ничего больше нам не надо, никаких дальнейших экшенов не последует. А если мы хотим сделать вот такое view, где у нас должно загрузиться что-то, и, допустим, показаться загруженный сервер или, может быть, с локальной базы данных список продуктов пользователя. Вот как это сделать? У нас в редюсере тогда будет экшен, например, get all products, который выполняет, допустим, сразу какие-то синхронные изменения, то есть ставит флаг из loading в true, чтобы появился вот этот кругляшок экшена, крутящийся, а потом возвращает эффект как раз вот этот с статическим конструктором run. там у него в качестве параметра всего один этот клоужер, который принимает объект send, вот с помощью которого мы можем вот в этой асинхронной клоужере возвращать в store, отправлять какие-то события. То есть мы можем запустить... мы можем запустить асинхронную задачу здесь к серверу обратиться, дождаться ее, соответственно, результаты и потом по результату уже отправить события в этот же store о том, что либо успешно, либо с какой-то ошибкой мы продукты получили. И этот же самый редюсер получит этот экшен и сможет его, соответственно, обработать. Либо, например, если рассмотреть чуть более сложный вариант, тоже, если, например, у нас есть какой-то поток кадров, видео, например, с камерой или с файла, нам нужно каждый кадр обработать и, соответственно, распознать на нем тело человека, отобразить на нем точки, например. Как это делается? Тоже у нас есть какой-то экшен, который говорит о том, что загрузка файла завершена. В качестве параметра получают URL. Вот мы говорим, что загрузка завершена, поэтому там вот этот индикатор загрузки пропадает. Проверяем, что URL не нулевой. Потом используем вот этот сервис, он там реализован под капотом как-то у нас, который загружает этот файл, запускает его. А потом мы в этом как раз run-эффекте наблюдаем, то есть следим за вот этим асинхронным стримом кадров вот из этого плеера как раз. И он каждый новый кадр отправляет нам в этот стрим, и мы здесь можем, ну то есть его отслеживать и что-то с ними делать. Сначала брать саму картинку, потом находить на ней точки, определять, правильно они или нет, и, соответственно, рисовать. И потом также в Store возвращать уже обработанный кадр, а Store уже может присвоить это куда-то в State, а вьюха этот кадр потом отрисовывает. Вот это приложение, которое делалось, и в принципе там ничего не тормозит. Хотя там, конечно, нет каких-то бэкграунд задач, но тем не менее обработка достаточно быстро выполнялась. Вот. Если так схематично то есть все это отобразить, то есть у нас есть Store, у которого есть State. Наш вью следит за этим State. Вот. И когда мы делаем какой-то экшен, над этим State могут сразу какие-то синхронные изменения произойти. И поскольку это, напоминаю, как in-out параметр передается, то эти изменения сразу применяются, ну они как бы здесь оплавятся к этому State. Но этот экшен также возвращает нам эффект, который, опять же, если упрощенно немного говорить, является неким хитрым паблишером. Вот. И когда у нас вот этот редюсер возвращает эффект, Store кладет этот эффект где-то рядом, подписывается на него и ждет от него либо завершения, либо каких-то экшенов, соответственно. И потом на них реагирует. Вот. А этот эффект внутри себя может, ну там, крутить какую-то синхронную задачу, например. Вот это, опять же, так схематично говоря. И теперь, если еще чуть-чуть посложнее, вот этот пункт, я прям когда, ну разбирался, ну ковырялся довольно долго и сейчас может быть где-то, ну непонятно до конца, его можно руками. То есть главное, чтобы принцип был понятен, а конкретно как код там работает, уже можно будет потом на практике попробовать. То есть не всегда, и вообще в вебе, насколько я знаю, я у разработчиков спрашивал, у них создается какой-то корневой стейт вообще для всего приложения, а потом он для отдельных частей уже как дробится и кусочки. То есть каждый экран или часть работает с огрызком этого стейта. Вот. Примерно так же нам можно использовать наш стейт. Если у нас, к примеру, есть самый такой тоже канонический пример во всех во всех туториалах показывается, когда у нас есть снизу кнопочки, а сверху, ну как табы, по нажатию на кнопочку, мы должны, соответственно, отобразить какую-то вьюху на экране в зависимости от того, какой таб выбран у нас. Вот это как раз можно сделать с помощью скоупа, то есть когда мы общий стейт дробим на отдельной части. Вот. Сейчас рассмотрим, как оно работает. Нам нужно для каждого таба определить вот этот тип редюсер. То есть определить, какие параметры должны быть для каждого таба, то есть для вот этой вьюхи, что в ней должно отображаться, и какие внутри этой вьюхи могут быть экшены. И, соответственно, написать редюсер, который с этим стейтом работает и эти экшены обрабатывает. И так для каждого, для первой вьюхи, для второй, ну и для третьей. Потом создается уже вот этот апстейт, самый-самый родительский, у которого в качестве, который фактически состоит из трех состояний вот от каждого из таба. Они все налабл, но один из них не нил, потому что какой-то таб должен быть отображен. Ну, хотя бы один. Если у нас такая логика. Вот. Так. Вот. Экшенов у нас четыре, то есть один это для смены собственно таба, то есть когда мы будем нажимать на кнопочки, будет отправляться этот экшен. А вот эти экшены нам нужны для перенаправления экшенов из вот этих кусочков сюда. Сейчас будет понятно, как оно работает. И вот здесь как раз нам нужен вот этот body внутри протокола редюсер, который мы опустили до этого. То есть есть, кто со SwiftUI уже может быть работал прям плотно, знаете, что такое вьюбилдер, который позволяет нам ну вот тоже во вьюхе body соответственно вью делать вот так друг за другом писать и они в такой могут стэк, могут горизонтальный стэк отрабатываться. Точно так же есть здесь в композабл архитектур в раппер, который называется редюсер билдер и мы можем вот эти редюсеры, которые будут обрабатывать вот эти экшены выстраивать один за другим. Соответственно мы в нашем редюсере указываем вот это самое верхнее это родительский редюсер, который будет обрабатывать всего одно событие, которое собственно табы переключает. Вот здесь я тоже пропустил часть кода, что она фактически будет делать? Она будет заниливать текущий стейт и потом присваивать какой-то стейт тому табу, который нужно отобразить. Вот либо с нуля, либо если вы где-то сохранили стейт для таба и хотите его загрузить, можно его убрать оттуда. Вот. А как будет собственно происходить вот вот это разделение, дробление, вот тут как раз вот эта сложная заковыристая часть начинается. У редюсера есть тоже модификатор, класс, который называется scope. Туда передается вот этот кусочек стейта, как раз с помощью кейпафа, который будет для вот этого кусочка редюсера именно стейтом. Вот видите, мы передаем одно свойство. И соответственно туда же мы передаем на какие экшены этот редюсер будет реагировать. Вот. А здесь мы этот редюсер, который будет с этим кусочком стейта и с этими экшенами работать создаем. Вот. Потом для того, чтобы все это заработало, здесь в принципе у нас все точно так же. То есть у нас здесь store, мы используем опять же view и store. и единственное, что мы используем это вот этот новую view которая называется if let store. Как она работает? Она проверяет есть ли у нас в нашем store scope, который смотрит вот на это свойство и реагирует вот на эти экшены. То есть если вот это свойство не равно нил, вот тогда она конструирует вот эту вот view и передает ему собственно ну store вот этот организм который внутри содержит вот тот редюсер scope, который мы создали. и так же мы можем для второй для второго таба сделать вот поскольку у нас только одно свойство всегда будет ненулевым, то отображаться будет что-то одно из этого всего. Вот немного запутано, но тем не менее главное понять, что апстейт вот этот может состоять из стейтов дочерних вьюх. Мы их можем как бы дробить и ссылаться на конкретные вот эти стейты именно нашего родительского. Вот и здесь как раз нам пригодится вот этот паблишер, потому что сначала экшены внутри таба какого-то дочернего обрабатываются самим табом, но если редюсер не обрабатывает этот экшен внутри, то этот экшен идет родителю. И тогда с помощью такого механизма мы можем из родительских табов или вьюх или дочерних окошек отправлять события родителям о том, что их например надо закрыть, если нужно так. третий параметр тестирования, то есть как вот это все теперь протестировать, потому что один из пунктов в начале, который я говорил о том, почему я начал что-то смотреть, это сложность тестирования. можно тестировать простым подходом, то есть можно создать экземпляр редюсера, подготовить для него какой-то стейт начальный, вызвать редюс, передать туда стейт, какой-то послать экшен, потом ручками создать стейт, который должен в итоге получиться, ну и собственно сравнить либо стейты целиком, либо их параметры. Можно делать так, но в TCA есть возможность тестировать встроенными способами, то есть мы можем создать тест-стор, туда передаем стейт и редюсер, как обычно. Точно так же можем в store отправить сообщение, но здесь единственный нюанс, здесь есть клошер, в который мы должны стейт модифицировать так, как мы ждем, что стейт будет модифицирован при отправке вот этого сообщения. То есть у нас при отправке increase мы ожидаем, что каунтер увеличится за единичку. После этого, когда тест-стор получит вот этот экшен, он проверит, вот то, что у него получилось совпадает, то с тем, что у вас в результате вот этого клошера вышло. Если совпадает, тогда тест пройдет, если нет, тогда будет фейлер. Таким образом можно тестировать, например, последовательность в текшенах. То есть можно сколько угодно этих increase, decrease сделать, указав только, как должен стейт меняться и, соответственно, будет успешный или провальный результат. Вот таким образом. То есть он будет показывать, собственно, что вы ожидали и что у вас на самом деле есть, если они не сходятся. Точно так же можно тестировать асинхронные зависимости, но здесь нужно, помимо отправки сэнда и указывания, что у нас изменится при отправке сообщения, нам еще тест-стору надо сказать, что в результате этого экшена ты получишь экшен еще в ответ. Здесь мы проверяем, то есть тот ли экшен мы в ответ получили в принципе, что это должен быть get all products result, а не какой-то другой экшен, соответственно, если там будет false, тогда тест тоже будет провален. Здесь максимальное выполнение ожидания ответа и собственно здесь мы уже показываем, как должен стейт измениться, если вот этот экшен к нам пришел. И можно смотреть, как, что, правильно ли приходят результаты, когда мы посылаем какой-то экшен, например, на сервер или на какую-то зависимость тестовую. Вот. Ну и, например, если мы хотим тестировать стейт, который не является, ну, который какой-то большой, нам нужен только один параметр, мы можем указать вот этот параметр exhaustivity, вот, выключить его и тогда наш вот этот тест-стор будет проверять только те параметры, которые мы вот здесь указали, то есть совпадают ли вот эти параметры, остальные будут игнорировать. Вот. То есть такими способами можно стоит и тестировать. Что в итоге? За пределами еще осталась навигация, тоже очень интересная тема, но мы никак бы не влезли потом отображение списков, есть много разных параметров, мы рассмотрели только if, let, store, например, а есть еще for each store и многие другие. Также библиотека dependencies, которая позволяет создавать разные зависимости live, preview и тест в зависимости от того, где вы запускаете тест-стор. Вот. Положительные моменты, то есть по опыту очень хорошо сочетается со SwiftUI, ну и тут еще нет пункта, что мне понравился в принципе этот библиотек. Вот. Понятный принцип работы, то есть здесь action и здесь state, reducer меняет state, соответственно, вот, ну и view state могут дробиться. Строгое вот это разделение обязанностей под капотом, в принципе, известны нам библиотеки, если копаться в исходниках, то там, ну, вы не найдете ничего такого вам неизвестного. То, над чем стоит задуматься, это внешняя зависимость, многие корпоративные проекты стараются избегать внешних зависимостей, тоже по понятным причинам. Это новый архитектурный подход, который знают не все разработчики, особенно если недавно уже работают с какими-то классическими архитектурами. Мы пробовали VK Music, обсуждали, можем ли мы перейти, сразу не получилось, ну как, теоретически даже не получилось, мы решили помодульно попробовать переходить. Вот. И поскольку там библиотека тянет за собой еще комбайн и другие либо, то у вас итоговый файл может увеличиться на какое-то определенное количество мегабайт, тоже надо иметь в виду. Соответственно, если кому-то захочется связаться, поговорить поподробнее про эту тему, про свифт, вообще про программирование, пожалуйста, можно будет использовать вот эти контакты. Здесь будут ссылки по теории, по как раз сущностям, которые рядом с программированием и собственно по самой архитектуре, то есть на документацию фулскрин презентейшн, вот это все. Только оно как бы, ну, там есть вот к стейту есть определенные property в рапперы, которые позволяют этот параметр стейта использовать как флаг от того, надо ли показывать новый экран или нет. Но под капотом там все те же самые модификаторы SwiftUI и работает оно точно так же. То есть получается не сильно жирно вот это вот все? Ну, конечно, добавляются лишние вот эти модификаторы, которые нужны для каждого направления, но в целом, если писать на SwiftUI, оно примерно одинаково. Спасибо. Спасибо за доклад. А у меня такой вопрос там было на слайде, что вы меняете стейт, ну, типа, прям вот, короче, мьюта был объект. Не возникает ли проблем с многопоточкой или обработка экшенов это чисто однопоточная тема? Все вот именно асинхронные так, асинхронные вернее, синхронные операции изменения все вот редюсеры работают на main актере, то есть на основном потоке. И вот все, что запускается в асинхронном, оно работает как раз вот в этой SwiftConcurrency. Поэтому есть рекомендация, чтобы как раз какие-то тяжелые вещи или вычисления не производить прямо вот в этом стоите. например, идет запрос в сеть в асинхронном или там какой-то тяжелый запрос, а потом по результатам этого запроса меняется стоит, то стоит уже меняется все равно на UI, да? Да, потому что там же он отправляет экшен, который обрабатывается как обычно и он работает до основного. А тут еще такой вопрос по поводу обработки видео, например. Ну там кадров может быть очень много и если постоянно вот так менять, 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 нет ли проблем работало нормально, но я был готов к тому, чтобы просто не каждый кадр например анализировать, вот, а так ничего такого нет. Ну там вот отрисовка точек, может быть она чуть-чуть запаздывала от изменения видоса самого, то есть а так в целом тормозов или каких-то несоответствий не было. Но это было, повторюсь, проигрывание видео без бэгграунд тяжелых процессов, каких-то загрузок, но работало хорошо. Так что не было. Да, привет, спасибо большое за доклад. У меня вот вопросик по поводу стейта и его разбиения. То есть я понял, что там вот редюсер, он будет видеть какой-то небольшой скоп из нашего большого стейта. Вот у меня тут вопрос, не получается ли так, что стейт слишком сильно раздувается, вот этот основной, или его как-то можно еще подразбить? Ну как? Вообще, то есть вы делаете стейт, у него там несколько ключевых вот этих стейтов, потом они же еще могут ветвиться, внутри себя содержать, то есть получается такая древовидная структура. Ну если у вас приложение большое, оно так или иначе может у вас стать достаточно широким, но не обязательно, то есть опять же не обязательно вам вообще все приложение от одного стейта делать, то есть вы можете только ближайшие этапы сделать зависимыми, а остальные уже как совсем отдельные. Спасибо. У меня чуть-чуть попроще будет вопрос. Об этом кажется, что речь в самом начале доклада, но я все равно спрошу, есть ли какие-то характерные, скажем так, особенности проекта, которые каким-то образом говорят нам о том, что нам надо использовать вот именно вот эту архитектуру. Ты сказал, что в ВК-музки хотели перейти, какой был запрос? Какой параметр говорит о том, что мы хотим, хорошо бы использовать этот подход. Если мы собираемся писать на SwiftUI, то хорошо бы использовать SEA. Соответственно, что еще? Если у вас, например, я не знаю, если вы, глядя на бизнес-логику приложения, видите, как можно по стейтам разбить, например, еще тоже. То есть, если вы представляете, где вот тут у вас будет, на этом экране вот такая структура станем, тут такая и может быть не очень много каких-то бэкграунд активности, то есть, если экраны не нагружены каким-то действием постоянно, то в принципе зайдет, я думаю, хорошо. Не надо провокировать у нас в принципе мы на проекте стараемся поддерживать технологии, то есть, следить, идти в ногу за временем, там, что-то следить, может быть, внедрять новые вещи какие-то и, соответственно, был запрос вот именно в рамках этого, а не можем ли мы перевести либо все приложение, либо какие-то вы части на вот новую архитектуру, потому что приходят новые люди, это интересно, когда у вас все в тренде, вот, вот такой у нас был внутренний запрос, не внешний, вот, но пришли к тому, что не получится, большая кодовая база очень. Хорошо, спасибо. Здравствуйте, спасибо за доклад, я вот первый раз узнал о такой технологии на iOS, очень интересно, у меня такой практический вопрос, был ли опыт или есть ли понимание того, насколько условного джуна или медла незнакомого с этой технологией будет тяжело ну, анбордить в проект с такой архитектурой, просто, ну, на мой взгляд, как бы вот то, что я увидел, но это требует достаточно такого высокого уровня компетенции, чтобы вот, потому что стоит и в целом менеджить это отдельное, так сказать, удовольствие и там джуна или, допустим, медла начального уровня, был ли вот опыт такой, насколько людям будет тяжело вливаться в использование такой технологии? Ну, вообще, как бы я, когда начинал, тоже ничего не про меня не знал и там, ну, как раз один из пунктов был в том, что это следует иметь в виду, что это новый подход, новая архитектура в рамках свифта, как бы будут некоторые, может быть, как несложности, а что нужно именно онбордить людей, то есть придется их шаг за шагом, скорее всего, вводить, а не просто так, вот тебе штука, вот тебе статьи, читай и пробуй, ну, будут сложно, ну, как несложности, дополнительные, да, какие-то аспекты, за которыми следить надо, не так просто, в общем, будут. Спасибо. Спасибо за доклад. Мне, как веб-разработчику, было прикольно послушать про реализацию редакции на свифте. И сразу такой вопрос, я правильно понял, что весь стейт вы храните в глобальном сторе, где-то, или вы его создаете отдельно для каждого скрина? Ну, если, можно и так, и так, то есть, если вы, ну, принимается решение как раз скоупом дробить стейт, то получается, он где-то лежит в одном месте, и потом его кусочки, то есть, именно свойства этого стейта передаются в другой экран. А можно делать, чтобы у каждого, допустим, экрана, если он небольшой, или чтобы стейт не раздувался, создавать именно свой стор, он будет вот только для этого экрана. То есть, можно и так, и так. И сразу еще такой вопрос, а уже не сталкивались с проблемами более плейта? Потому что, как раз таки, редакс, вот, есть такая проблемка, и мы, используем другие инструменты, которые упрощают это все, ускоряют именно и уменьшают это более плейт, такие как редакс, толки, у вас ничего от такого подобного нет? Ну, пока нет, сами разработчики стараются как бы упростить написание кода по возможности, если оно повторяется, то есть, уже были такие у них вещи в обновлениях, но пока что нет. И вот я должен сказать, что вот то написание табов, то есть создание редюсера для каждого таба отдельно, оно вот как раз, да, может быть немножко геморрным, когда ты похожий код переписываешь заново, есть такое, да, пока еще нет инструментов для код-генерации. Так, вот здесь еще был вопрос, молодой человек, понимал. Доброе утро, большое спасибо за доклад, очень было интересно. У меня такой вопрос, в проектах с большой кодовой базой часто, ну, SwiftUI и UIKit в перемешку, и вы сказали, что подход, вот эта архитектура очень хорошо стакается со SwiftUI, а могут быть какие-то проблемы, если вот в проекте намешаны там какие-то компоненты UI-китовые, SwiftUI-ные, нам нужно все это как-то, ну, как-то с этим жить. Ну, скорее всего, тяжело будет, потому что, ну, у нас в VK Music тоже, у нас есть часть на SwiftUI написанная, она с помощью там вот UI-Representable использует, ну, внедряется в UI-кит, и вот если у вас просто вкрапление UI вот таким образом, например, делается, то, конечно, вам сложно будет. Удобно внедрять, когда у вас, допустим, вы новую фичу или часть пишете как отдельный модуль, и вот в этом модуле вы полностью на SwiftUI, полностью с Composable Архитектора, она как-то взаимодействует с вашей основной базой. Вот так можно, а если у вас в перемешку, то, да, будут сложности, наверное, не стоит. Окей, еще вопрос по навигации, тут скорее по проекту ВК Музыка, если можете рассказать, расскажите. Вот, я слышал, есть некоторые проблемы в SwiftUI с навигацией, то есть не очень комфортно, и многие проекты разоборачивают SwiftUI в UIKit и используют UIKit-овую навигацию, как у вас сделано. У нас архитектура VIP, она UIKit-овая, и навигация у нас тоже по классике, то есть у нас SwiftUI просто в юхе отдельные пока. Спасибо большое. Большое спасибо еще раз нашему спикеру. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...